В эфире новости подготовлены информационные службы телеканала Хабар 24. В студии работает Гульнара Жендагулова. Здравствуйте. 776 новых случаев заражения коронавирусной инфекции зарегистрировано в Казахстане за прошедшие сутки. Выздоровели 1176 пациентов. Наибольшее число инфицированных выявили в Итраусской области. 132 ПЦР-теста дали положительный результат. Следом идет Алматы. Там еще 85 зараженных. Меньше всего в Казлардинской области. Там 6 инфицированных. Всего в стране с начала пандемии зафиксировано больше 150 тысяч случаев заражения COVID-19. С болезнью справились больше 139 тысяч человек. Пандемия 2020 года не будет последней. Поэтому правительствам нужно укреплять систему здравоохранения и быть готовыми к новым вызовам. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гибрейсус. Он отметил, что эпидемии имеют особенность повторяться циклично. Гибрейсус также подчеркнул, миру нужно больше инвестировать и развивать первичную медицинскую помощь. Но в улучшении человеческого здоровья нужно учитывать критически важные взаимодействия между людьми и животными, а также угрозы, связанные с изменением климата. Напомню, общее число зараженных коронавирусом в мире превысило 80 миллионов. Только за последние сутки было зарегистрировано больше 400 тысяч новых случаев. Число летальных случаев превысило 1 миллион 700 тысяч. Массовая вакцинация населения началась в Венгрии, сообщает Reuters. Первыми прививки получили работники здравоохранения. К слову, партию ДОС препарата Pfizer доставили в медучреждения в сопровождении полиции. Их количество рассчитано почти на 5 тысяч человек. Отмечу, с начала эпидемии в Венгрии выявили больше 300 тысяч случаев заражения. Почти 9 тысяч человек не справились с болезнью. Свыше 6 тысяч человек с коронавирусом по-прежнему лежат в больницах, а это создает дополнительную нагрузку на систему здравоохранения. Тысячи израильтян вышли на очередную антиправительственную акцию протеста против действующего премьер-министра Израиля Бенямина Нетаняху. Его обвиняют в коррупции и бездействии правительства, которые стали причиной настоящего кризиса в стране из-за коронавируса. Протестующие идут по улицам. Толпа собралась возле официальной резиденции Нетаняху, выкрикивая требования и размахивая плакатами и флагами с призывами к отставке действующего премьер-министра страны. Напомню, сейчас в Израиле действует третий по счету локдаун. По последним данным, в стране с населением в 9 миллионов человек зарегистрировано больше 340 тысяч инфицированных. Не справились с болезнью 2900 человек. Правительство не заботится о гражданах Израиля. И мы чувствуем, что коррупция в правительстве тянет нас вниз. Мы пытаемся спасти нашу демократию, и поэтому выходим на антиправительственные акции. Полевой госпиталь для пациентов с коронавирусом открылся в Таиланде, сообщает рейтер. Медучреждение расположено рядом с одним из местных рынков, где за последнюю неделю выявили больше полутора тысяч инфицированных. В больнице установлено порядка 30 коек, а медицинский персонал работает круглосуточно. Большинство пациентов – это рабочие мигранты из соседней Мьянмы, где общее число зараженных превысило 120 тысяч. Кроме того, оттуда вернулись и граждане Таиланда. Но никто из них не проходил иммиграционного контроля и не сидел на карантине. В Индии задержали банду аферистов, торговавших отрицательными ПЦР-тестами. Процесс у злоумышленников был налажен и отработан до мелочей. Как в лучшем супермаркете действовали даже скидки для оптовых покупателей. Известно, что руководил банда и семьи человек – врач-пульмонолог. Именно он поставлял компаньонам необходимые бланки и печати. Подробности у Алексея Родионова. Справка о здоровье дорого. Под таким слоганом могла бы работать группа индийских аферистов, не останови их сейчас полицейские. Задержанные признались, что со временем они потеряли самоконтроль и ощущение опасности. К примеру, резиденты центра группировки в небольших городах размещали даже объявления на столбах с рекламой соответствующих услуг. Стоимость теста зависела от региона в среднем 60 евро. Однако, если клиент был обеспеченным, оценивался визуально, такса могла быть увеличена втрое. К тому же, на расчет могла повлиять и цель покупки теста. В экстренных случаях злоумышленники не мелочились и могли поднять ставки до 400 евро. Идея подобного промысла пришла в голову 34-летнему бизнесмену, который во время пандемии остался без постоянного заработка. Он признался, что как-то один из его приятелей в беседе сказал, что нет времени делать тест. Если бы кто-то сейчас продавал, он бы купил сразу готовый за любые деньги. Так и родилась идея. Тем более, что одним из друзей афериста был врач-пульмонолог. После недолгих уговоров, подкрепленных рассказами о скорых и баснословных доходах, белый халат решился поучаствовать в темной схеме. От врача требовалось поставлять компаньонам бланки для оформления справок, печати и сами тесты. Войдя во вкус, доктор, дабы отвести от себя внимание, стал подговаривать на схожие дела и некоторых своих коллег из других клиник. Правда, в этом случае мужчина использовал медиков слепую, уговаривал отдать уже готовые тесты под разными предлогами, от личных до исследовательских. Сейчас с нами проводится одна из самых масштабных операций. Важно установить всю сеть покупателей. Задержанные признали, что наиболее активно работали последние два месяца. Но точное количество клиентов вспомнить не могут. Говорят, несколько сотен. Важно понять, где сейчас эти люди и для каких целей они покупали отрицательные тесты. Пока в полиции считают, что услугами мошенников могли воспользоваться около 480 индийцев. Установлено личности лишь 20. Почти все они купили поддельные тесты для выезда за границу. Были ли люди в тот момент заражены коронавирусом, пытаются установить медики. Для чего взяты необходимые анализы. Что же касается самих организаторов афер на здоровье, все они сейчас находятся за решеткой. В скором времени мужчинам предъявят обвинение. В прокуратуре Нью-Дели подчеркнули, что в нынешних реалиях разгула пандемии подобное преступление будет расцениваться как угроза национальной безопасности. Алексей Родионов, Дмитрий Лукш, Анастасия Левитана и Устат Рахман. Хабар, 24. Индия. 38 семей получили квартиры в Карагандинской области. Массовое новоселье состоялось в Жанаркинском районе. Там сдали в пользование новые дома по программе Нурлежир. На возведение жилого района было выделено больше 100 миллионов тенге, половина новоселов, многодетные семьи, остальные дети-сироты и малообеспеченные жители. Многие ждали своей очереди на квартиры несколько лет. Сегодня в Жанаркинском районе в жилье нуждаются больше 500 человек. До конца года квадратными метрами здесь обеспечат и еще 48 семей. Очень рада получить такой подарок – трехкомнатную квартиру. Мы давно о нем мечтали. Стояли в очереди 6 лет. Благодаря госпрограмме наша мечта наконец сбылась. Три предпринимателя оштрафованы за незаконную реализацию пиротехники в семье. Вместе со спасателями полицейские проинспектировали городские рынки на наличие нелегальных пиротехнических изделий. Как выяснилось, многие продавцы не имеют разрешительных документов на реализацию петард и фейерверков. Но чаще всего торговцы не соблюдают условия хранения небезопасных лопушек. За три дня профилактических мероприятий три продавца лишились своего товара. Теперь им предстоит оплатить штраф в размере 70 тысяч тенге. Мы должны обратить внимание на целостность самой коробки, на срок изготовления, срок хранения. Привлечены к административной ответственности по статье 196 кодекса об административных правонарушениях. Материалы направлены для рассмотрения в административный суд. По данной статье взыскание составляет 20 МРП. День добра провели сотрудники уголовной исполнительной системы в Петропавловске. Они сдавали кровь и помогали по хозяйству пожилым людям. Вместе с работниками пенитенциарной системы и творить добрые дела отправилась и наша съемочная группа. Пенсионер Анатолий Притухин готовится к именинам супруги. Ей скоро исполнится 87 лет. Но навести полный порядок в доме не получается. Преклонный возраст дает о себе знать. Да и поспевать за капризами погоды пенсионеру уже не в силах. Поэтому сотрудники уголовной исполнительной системы сегодня навестили стариков. В рядах волонтеров и Владислав Подскребкин. Он недавно освободился из колонии условно-досрочно. Считает, что бескорыстная помощь малоимущим и пенсионерам должна быть долгом для молодых и здоровых людей. Люди сами не могут ничего сделать. Вот помогаем, ездим. Часто, почти каждую неделю уезжаем. Волонтеры также стали и безвозмездными донорами. 20 сотрудников УИС сегодня сдали кровь. Мы решили перед Новым годом сделать доброе дело. Сдать кровь, чтобы она помогла нуждающимся людям. Это ведь здорово, когда ты можешь принести кому-то пользу. До каждого казахстанца, граждане нашей страны дошло понимание того, что добровольный труд является частью неотъемлемого развития нашего общества. 2020 год был объявлен годом волонтеров. И к проводимым мероприятиям, благотворительным мероприятиям на территории нашей области сотрудники департамента не остались равнодушными. В этом году работники пенитенциарной системы оказали помощь более 50 семьям Петропавловска и сдали 65 литров крови. Наталья Волкова, Руслан Алиев, Хабар-24, Петропавловск. В 10 регионах страны объявлено штормовое предупреждение. 27 декабря в Акмолинской и Карагандзинской областях синоптики прогнозируют резкое понижение температуры воздуха до 35-37 градусов мороза. На востоке страны ожидается, что столбики термометров опустятся ниже отметки в 42 градуса. Туман, гололед и низовая метель, по данным метеорологов, будут в Джамбулской и Западноказахстанской областях. Ветер до 20 метров в секунду. Туман и гололед ожидаются в Туркестанском и Атараусском регионах. Ветрено будет в Мунгастаусской области. Туман с низовой метелью синоптики прогнозируют сегодня в Актюбинском и Костанайском регионах. Коралловые рейфы Египта вновь оказались под угрозой исчезновения. На сей раз над морской флорой нависла опасность из-за браконьеров. На воду выходят десятки траулеров, которые забрасывают сети и тем самым повреждают как сами рейфы, так и нарушают экологический баланс в море. Смогут ли египтяне сохранить одно из своих главных природных богатств, пытался выяснить Дмитрий Лукша. Ровно год назад египетские экологи озвучили неутешительный прогноз. Коралловые рифы Красного моря окончательно исчезнут к 2070 году. Причина – резкое потепление на планете. Однако никто не мог подумать, что приговор местным красотам начнут приводить в исполнение сами египтяне. Достигнуть морского и морального дна решили браконьеры. Во время пандемии они усилили свои вылазки на воду и, по данным полиции, начали забрасывать в десятки раз больше сетей. По мнению преступников, на карантине спрос на живую рыбу существенно возрос, равно как и цена на нее. Однако в погоне за деликатесом злоумышленники оставляют за собой поистине черный след. В сетях гибнут десятки дельфинов, акул, черепах и осьминогов. А сами расставленные селки безвозвратно разрушают так называемые рифовые колонии. Это уже не рыболовные сети, а настоящая паутина. Они простираются на десятки километров вдоль коралловых рифов в пределах заповедника Северных островов. Этот архипелаг охраняется законом более 30 лет, запрещающим любые действия, наносящие вред окружающей среде и дикой природе. Раньше даже у браконьеров была какая-то этика. Лишь в единичных случаях они осмеливались заплывать в заповедник, но в этом году все дно укутано сетями. Существенные повреждения коралловых рифов замечены в районах Аль-Фанус и Аль-Арак на севере Хургада. И в морской полиции заявили, что ежедневно им приходится снимать минимум 3 километра сетей. Однако наутро селки появляются снова. Пока правоохранители не могут сказать, кто стоит за столь массовой атакой на флору и фауну. Под контроль взяты все местные заведения, специализирующиеся на покупке рыбы. Незаконный отлов рыбы растет из-за того, что морские патрули не могут охватить определенные районы из-за истечения срока действия навигационных лицензий и отказа управления морской инспекцией выдать новое. То есть обычная бюрократия сейчас развязала руки браконьерам. Даже один день такого положения губителен для природы. А у нас это тянется уже почти год. Местные исследователи предполагают, что кораллы могут не дожить даже до 2025 года. К тому времени они начнут полностью терять связь со своими симбиотическими водорослями, которыми, по сути, и питаются. Таким образом, уже в ближайшие годы Красное море Египта может лишиться одной из своих главных достопримечательностей, привлекавшей ранее в том числе туристов со всего мира. Активисты уже призвали власти увеличить количество морских патрулей, чтобы помочь обуздать растущую угрозу перелова рыбы, а также предотвратить любые незаконные нарушения и обеспечить соблюдение закона об окружающей среде. Дмитрий Лукша, Светлана Брахмит и Амар Мурат. Хабар-24. Египет. И на этом пока все. До встречи на телеканале Хабар-24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова